Йо, братва, с вами Фрид, как дела? Добро пожаловать на сайтецкий реддит. Тут нам предлагают сыграть в игру. You wanna play a little game? 50 на 50. Да, я знаю, это выглядит как 5 на 5, но типа, представьте, нули, 50 на 50. Нам может выпасть что-то нейтральное, что нас никаким боком не заденет. А может выпасть даже пострёмная херотня, которая будет сниться нам ещё долгие, долгие месяца. А если не зацикали, то ставьте лайки и начинаем. Ещё у нас тут будут сложности перевода, да? Но я думаю, мы всё поймём. Как я правильно понял, первый ролик, лиса находит дорогу к чему-то дому и ест чью-то еду. А второе, лиса убит человеком. То есть человек убил лису большим ножом. Жуть. Ну ладно, давайте посмотрим. Это чё такое? А-а-а, я понял. Это ролик там, где чуваки стримят, и он убил лису ножом. Симпатичная собака бежит за мечом. Или человек-паук умирает в день рождения ребёнка. Чего? Это типа косплей Человека-паука, что ли, там будет? Давай посмотрим. А, это видео на Ютубе. О, не-е-е-ет! О, не-е-ет! Не может быть! Жуть! Серьёзно? О, жопа! Он реально умер! Вот это день рождения! Он запомнит его на всю жизнь. Так уходят герои. Блин, до жопы жалко Человека-паука. Нахер он это сальто делал? Окей. Я бы лучше хотел бы увидеть, как симпатичная собака бежит за мечом, но... Человек-паук тоже сойдёт. Не так и плохо. Слизь выходит из женского глазного канала, когда она ударяет носом. Жуть! Симпатичная обезьяна, получающая пищу. Я хочу увидеть симпатичную обезьяну. Пожалуйста, пусть это будет симпатичная обезьяна. Пусть это будет симпатичная обезьяна. О, не-е-ет! О, господи! Мне прыщах из глаза выходит. Я этого не переживу. Я забыл предупредить. Если вы сейчас кушаете, то либо нахер и еду, либо нахер и тролик. Серьёзно, не смотрите. Жесть. Но лучше не кушать. Лучше смотрите. Симпатичная собака сидит красиво. Это очень хорошо. И азиатский человек, получивший контроль над мопедом и кровотечением. Всегда эти азиатские люди получают контроль над моими мопедами. Ладно, давай посмотрим. А-а-а! С-собачка сидит красиво. Блин, это мило. Но очень симпатично. Классно. Фух, наконец-то что-то хорошее нам повезло. Бэйби Дюрлингс. Кто это? Эй! Кто ты? Я твоё пуша. Ты умеешь разговаривать? Да. И я очень хочу кушать. И что мне сделать? Что мне сделать? Не вы рекламу, наконец-то, дурачок. Ну, вы сами ещё слышали. Ничего не могу поделать. Эй, броу! Утомился рубить эльфов на зелёных лужайках? Качай Кроссаут! Брутальный онлайн-экшен, где жалкие остатки человечества на обвешанных оружием тачках добивают друг друга. В постапокалиптическом мире. Эй, ну-ка собери свой эпический драндулет и примкни к одной из шести фракций. Да-да, в Кроссаут ты сам можешь собрать себе корыто из сотен доступных деталей. Не ограничивай фантазию, нагибай всех на самых безумных махинах. В твоем распоряжении пулеметы, ракетницы, летающие дроны, плазменные пушки, бензопилы и прочие орудия. Пригодные для превращения техники противника в металлолом. Детальная модель повреждений позволит отстрелить врагу колеса, корпус и даже яйца. И оставить его унизительно подыхать под палящим солнцем. Кроссаут есть на твой компьютер. PlayStation 4 и Xbox One. Качай игру совершенно бесплатно по ссылке в описании. Ю-ху! Кроссаут, красава. Веселый день на ярмарке, либо Райт рушится на ярмарке. Райт это гонщик, наверное, да? Окей, ну-у-у, что это будет? О, нет, это Райт рушится на ярмарке. Это не гонщик, это... это аттракцион. Матерь божья! И как после этого кататься-то на аттракционшках? Господи, боже мой. Дай бог она выжила. И вот это. Вот этот Супермен. Надеюсь, он умеет летать и он полетит. Это не смешно, у меня... Рону, я... Я пытаюсь отшутиться, но это... До жопы не смешно. Это жутко. Почему мне выпадает только какая-то параша? Дайте мне что-то хорошее. Симпатичная кошка начинает успешную атаку стелса. И человек терпит неудачу, вступая в скрытое... Пу! Пу по-английски, это если что... Какашки. Не очень приятно, ни то, ни другое. Ну, давай посмотрим. Надеюсь, это будет котик. Оу, ноу, оу, ноу. Я посмотрел название, это... Какашка-сюрприз в магазине. Девушка какашки отложила на дороге в магазине. Что? Чё? Она скинула бомбу! Она скинула бомбу, матерь божья! Чё будет дальше? Мне нравится, что мужик на заднем фоне ржёт над этим всем. Он, видимо, пересматривает запись, судя по вот этой вот табличке. Нет, давайте отмотаем чуть назад. Оооо, боже! Ну, мужик, как ты не заметил? Она отложила бомбу! Как ты не заметил? Вот здесь было конкретно видно. Оп! Бомба отложена. Бомб has been planted. Он такой хотел снять шляпу. Моё увлажнение, господи. Ооо, фууу! Боже, нет! После этого никогда не будешь прежним. Ты в душе уже мёртв! Удивительная рыба Пюфер. Красивая песчаная скульптура. Или два очистителя окон полностью по милости ветра на 91 этаже небоскрёба. Два очистителя, наверное... Два чувака, которые чистят окна на 91 этаже. И по милости ветра, наверное, их ветер дует. Ну, господи, я хочу на это посмотреть. Надеюсь, это про 91 этаж. Ааа, нет! Это рыбка, которая зарывается. Да, это рыбка. Ммм, круто. Вот это рыба. Рыба моей мечты. Ооо... Нет, если честно, я бы хотел увидеть что-то связанное с 91 этажем. Это чёрная вдова косплеер. Или белый носорог отмечает свою территорию. Ооо... Это чёрная вдова. И она тут жопкой трясёт. За это нужно поставить лайк. Тут остался последний челлендж. 50 на 50. Бэби Дир Уинкс на камере. Или плоские земли на оленях и его взрыв. Самолёт приземляется на олене и разрывает его. Это насколько надо быть невезучей сучкой, чтобы попасть под странный самолёт, который садится раз в час, наверное. Оооо, господи боже мой! Я вообще этого не понимаю, как он туда попал, потому что аэропорты ограждены заборами, высокими заборами. Олень не сможет через них перебраться. Как они определились, что это олень? Ну, ладно-ка, на этом можно и закончить. Не забывайте ставить свои лайки, подписываться на канал, нажимать колокольчик, а также пишите свои комментарии. Ну, а с вами был Фрид, всем удачи, всем пока! Если тебе понравился видос, зелий пикает сюда ты лойс, подпишись на мой канал. Это просто взял-нажал, ведь я просто так сказал. Та-да-да, па-да-да, па-па-па-па.